Сегодня на поздний завтрак у президента яшель тубы с овощами, губы дья и татарский травяной чай. Просто и по-домашнему. Рустам Иниханов расплачивается с помощью телефона и буквально за несколько минут получает свой заказ. Такой он, татарский фастфуд. Такой формат будет востребован не только в Татарстане, но и в других регионах России и за рубежом. Это хорошая возможность рассказать о татарской кухне в наших национальных традициях. Формат новый, не просто пришел покушал. Некий такой досуговый центр, что ли можно сказать, где люди могут проводить время, ознакомиться с культурой. Путь к сердцу туриста лежит через его желудок. Здесь дорогу прокладывают благодаря уникальным рецептам. Например, эти треугольники с курицей и тыквой приготовлены по рецепту первого президента Татарстана. А рецепт этого баварсака привезли из села Камышло в Самарской области. Добавили в татарские блюда и международный вкус предлагают кастебургер или татлабы с ананасом. Апгрейд – требование туристического рынка. Очень приятно, что появляются такие заведения хорошего доступного национального сегмента. По вкусу треугольники пришли с мексиканцем и чилийцем во время Кубка Конфедерации. А некоторые готовы были переехать в Казань ради Чак-Чака. Столичный гастрономический тур признан лучшим в России. Пять, так что все очень достаточно на хорошем уровне. Мне нравится татарская кухня, мне нравятся вот эти маленькие пирожочки. Я их сегодня не искала, но почему-то не нашла сегодня. Франшизы татарского фастфуда работают за рубежом. Есть предложение сделать новый ресторан пилотным проектом. Халяльная продукция, да, это огромный рынок за рубежом. Ну и, конечно, вот направлено все-таки на продвижение Татарстана, нашей национальной культуры. Рост интереса к татарской кухне в последний год на личном аккаунте почувствовал Татар Малай. И даже на днях запустил новый проект. Готовить, выкладывать не лениться. Даже если красиво, не красиво, главное вкусно. Спрос известный рождает предложение. Потребность в общепите с колоритом стала поводом открытия таких заведений и в других районах. Именно татарское кафе в Челнах сейчас лидирует в конкурсе на лучшие заведения общепита автограда. Лисан Сабирова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.